Привет, меня зовут Самар, и я в Нячанге. Да, это самый не вьетнамский город Вьетнама, как говорят. Да, это самая большая русская ручная комьюнити. Здесь магазин Перекрёсток, круглосуточный, спасибо, пожалуйста. Но здесь дешёвое, доступное жильё, поэтому мы, я надеюсь, будем жить здесь. Па-па! Ну и море, чего что-то. На самом деле, места скопления русских туристов в Нячанге ограничиваются набережной, второй и чуть-чуть третьей линии. Там действительно есть супермаркеты Перекрёсток, кафе Светлана, аптека Татьяна. Но стоят и такие два перекрёстка от набережной, и начинается обычный, типичный вьетнамский большой город. С кучей магазинов, кучей мопедов, кучей парков с репами-молотами. В общем, обычный вьетнамский город. А вот так выглядит район, в котором мы сняли жильё. И, кстати, о нём. Наконец-то свершилось то, о чём я мечтал уже где-то с годик. Мы сняли жильё на реально долгий срок, на пять месяцев, вот в этом прекрасном доме, на четвёртом этаже. Даже видно балкончик, один из. И сейчас я покажу, как это выглядит изнутри. И изнутри это выглядит вот так. Большая просторная комната. Условное рабочее место. Традиционный вьетнамский холодильник, в котором моросилка. Такая же косное отделение. Балкон. Да, это новый строящийся район, поэтому вид вот такой. Когда нет туч, видно горы. Кухня. С плитой, с чайником, с ними нужными ништяками. До хренища палочек для еды, просто до хренища. Стиралка, что очень важно. В ванной есть ровно один нюанс. Горячая вода от солнечного душа. То есть, есть солнышко, есть горячая вода. Нет солнышка, ой. И отдельная спальня. Да, это не студия, это квартира с отдельной спальней. Тут есть отдельный балкон. Вот так это все выглядит. Вот там Лотте-Март. Огромный, в котором можно отлично скупиться. Там Будда на холме сидит. Его отсюда, наверное, не видно. И вся эта беда стоит 280 долларов в месяц. Плюс 100 килодонгов за парковку охраняемую. Плюс 100 килодонгов с человека за воду. Плюс свет по счетчику. А, ну да, главное украшение новогоднего стола телевизор. А знаете, какой самый большой квест в Нейчанге на коммуне Нового Года? Найти гирлянду. Мы 4 дня искали. Большим трудом нашли кое-где дождики. В одном месте, похоже на гараж, даже елочные игрушки. И вот на исходе 4 дня мы нашли ее гирлянду. Та-дам! На счет гирлянды я немножко соврал. Их здесь много, но перед Вьетнамским Новым Годом, который в феврале, а не в конце декабря. А это обычное милое кафе, а за окном идет дождь, потому что в январе здесь дожди, дожди, дожди. Ну все, сезон дождей закончился. Кумпартия Вьетнама говорит, что 8% Вьетнама атеисты, но вьетнамцы об этом не особо знают. На самом деле здесь дофигища всяких культов и верований, в том числе индуистские. Вот это Чамские башни. Здесь было племя Чамов, Чамская империя. Это их, в общем. У Чамских башен нет длинной и красивой истории. Это просто действующий индуистский храм на территории Нячанга. Почти любое турместо при теплах города в выходной день выглядит вот так. Китайцы, везде. Китайцы, везде. Это штука называется буфет. Вот тут тебе дают бульончик, ты берешь что-нибудь, что угодно, амлим с ленты, варишь себе супец, ешь супец и так пока не надоест. В цельник входит все, что съешь. Собственно, на этом все. Буду есть. Как вы знаете, или не знаете, мы живем не в центре Нячанга, то есть не на набережной, скупаемся не в центральных магазинах и вообще как-то не соприкасаемся с турзоной. Сегодня я соприкоснулся, и, ребята, это жесткая жесть. Вторая линия сразу за набережной. Это магазинная Аленка, кафе Татьяна, ресторан Перекресток, Саша Тур, Паша Тревел. Заходи дешево, хорошо. Я прогулялся, например, в 100 по второй линии и сбежал оттуда. Это... А-а-а! А тут хорошо, нормальный Вьетнам следят. По-русски не подбегает говорить. Кстати, именно в Нячанге я впервые познакомился с Вьетнамскими супермаркетами и скажу вам, ребята, что это очень хорошо. Огромный выбор свежих фруктов, овощей, мяса, сладости, алкоголь. Все-все-все, что угодно для готовки, для быстрого перекуса. В общем, все, чего душа пожелает. Цены довольно низкие, завоз регулярный, все свежее, качественное и очень вкусное. А если хочется самых свежих морепродуктов, то стоит идти в сейфуд буфет. В сейфуд буфете ты платишь определенную сумму денег и можешь нагребать все, чего душа пожелает. Все это свежайшее, прям таки шевелится. При тебе это готовят, оно перестает шевелиться, ты его кушаешь, все счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok или можно взять домой и приготовить там. Буквально через дорогу от нашего дома есть буддистский храм, буддистская Победа Лунг Сон на горе. И спустя месяц мы таки дошли до нее, перешли через дорогу и идем в храм. Да, нам ползлило туда. Лунг Шон очень грустное. Дело в том, что в 60-х годах прошлого века в Южном Вьетнаме запрещали буддистский флаг, закрывали храмы и всячески притесняли буддистских монахов. В знак протеста один из них в центре Хо Шимина совершил самосожжение. Спустя несколько недель в пагоде Лунг Шон его последователи тоже сожгли себя в знак протеста против гонений и это помогло. Через какое-то время гонения прекратились. И на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok